Всем рюкюанского мира завоевательного! Устраивайтесь, друзья, поудобней. Кое-что, да, я действительно тут забыл сделать. Так что открытие дикты, призыв к религиозному единству. И 16-й год, хороший такой год. У нас в 17-м году много событий случается. Мы сможем взять деньги, мы сможем в 17-м году нанять дипломата-советника. В 18-м году мы сможем взять дипломатические очки. И, ведь мы же хотим закрывать технологии. Я думаю, что, в принципе, мы даже уже близки к тому, чтобы переставить акцент на админку. Хотя, вроде как, по админке мы пока что справляемся. Наши армии готовы ворваться на территорию Османской империи, объявить ей войну. Но не готовы еще наши союзники. В принципе, может быть, мы даже проспонсируем речку, когда она закончит войну против России, чтобы напасть на Османскую империю. Но для этого нам нужно закончить эту бесконечную конголезскую разню, с которой мы тут вот так вот устроились. Еще одна такая новость. Так, 60 это 6 лет, да? То есть, если бы мы хотели, мы могли бы максимум абсолютизма настакать за счет того, что... Ну, мы тут готовы сразить этих повстанцев. Белуджистан. Жестокое обращение 66. Нет. Маджапахидские сепаратисты. Жестокое обращение 200. Их 18 тысяч. Но практически восстание может и не случиться. Маджапахидские сепаратисты. Кирибон и Кендал. Совершенно не хотелось бы, чтобы там какое-то восстание случилось. Я бы мог нанять здесь наемников сверх лимита и избежать этого восстания, чем смотреть, как бегают и захватывают. Я надеюсь, мы как-то это продумаем. Шах-резор, за которым мы следим. Все остальные сепаратисты вида не подают. Ладно. Будем копить военные очки. Но его этот абсолютизм, пока я без него проживем. Стоп. Мацола и посох. Наконец-то. Проклятие. Мы взяли крепость. Мы взяли крепость теперь прямой дорогой в столицу. 38 тысяч восстали в крепости. Сейчас подготовим наши силы. Японские сепаратисты дали о себе знать. Это замечательно. Сейчас посмотрим, есть ли тут еще какие-то. Белуджистанский, Маджапахитский. Может, мы отсюда в Маджапахит направим армию. То есть, в принципе, можно уже не стоять. И не ждать здесь никаких восстаний. Их просто не будет. Окей. Численность Мацола. Блин, я боюсь, что Мацола это... Нет, 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 нет. Только не тут. Зато в посо увеличится. Но посо это, по-моему... Ладно. Фигня. Вот если бы было наоборот, было бы лучше. Это долбанное перераспределение. Плюс 200. Хватит улучшать. 37 и 38 тысяч. Битва произойдет на наших условиях в холмах. Поэтому я думаю, что мы эту битву затащим. Да, мы эту битву затащим. Отлично. Как, в принципе, и эту битву. Только не допусти захвата, пожалуйста. Я тут тебе стараюсь, помогаю. Куда-то тут шведские, да, сепаратисты. 30 тысяч шведских сепаратистов. Угу. Магулистан проатаковали. Молодцы. Здесь риски восстаний спадают. Блин. Мы уже недавно их оскорбляли. Нельзя с ними ничего сделать. Дипломатик, дипломатик. Так, на кого же тебе претензии-то клепать? Так, чтобы и рядом было, и недалеко. Улучшаешь ты отношения с Марокко, я тебя могу понять. Тунис. Яо. 620-й, сейчас 616-й. Кстати, насчет Яо. Яо это довольно-таки местами жирная провинция, на которой можно действительно склепать претензии. И это получше, чем с каким-то по гору юнгом улучшать отношения. Давай, красава, разбил. Молодец. Половину армии отправим. То есть располовиним наши войска. Хорошо, что у нас тут сражались наемники. Все, я так понимаю, тут у нас никаких восстаний не будет длительное время. До 26-го. До 26-го. До 26-го. До 26-го. До 26-го. До 34-го. До 34-го. Отлично. Минус восстания в Японии, значит, можно заняться повстанцами тут. Освободив нашу армию для крутых вещей. Османская империя, с которой я хочу посражаться, но мне мешает необходимость захватывать кангалежские крепости. Восстановление боевого духа плюс 10. Поздравляю тебя, дружище. Ты молодец. Но мы туда не пойдем. Кстати, как тут по рискам восстаний? Здесь никаких восстаний. То есть восстания еще могут случиться здесь. Восстания могут случиться здесь. И восстания могут случиться здесь. Нам надо держать армии. Маджапахит, Мосси, Белуджистан, Агадес, Ланна. Ланские сепаратисты в Кенгунге. А таунжские сепаратисты, я так понимаю, тю-тю. Все. То есть вот эта армия у нас должна идти в Кенгунг, и тогда и там не будет восстаний. Келвийские сепаратисты 18К. Сила 10. Восстания. 10% точнее. Иракские сепаратисты, Дагомейские, Пинджабские. 42 тысячи пинджабских сепаратистов. Ой, нифига ж себе. Боюсь, боюсь, боюсь. 18 тысяч не справятся с этим делом. Поэтому 32 тысячи сюда. Против пинджабских. Пинджабских. А Ставим здесь 5 тысяч. И вы сюда. Против меньшего количества восстающих. 21. Захватывай. Все у тебя получится. И заберем, наверное, раз здесь восстаний больше не случится, длительное время. До 17-го. Но не длительное время. Так. Чуть-чуть. Так. Престиж увеличится на 10. Или базовый налог в Ямдене на 1. Ямдена. Базовый налог на 1. Ну, пусть будет. Правда, это развитие, которое придется потом Сами понимаете. Крестить. Так. 19 тысяч. Давай сюда. И будь тут. И будь тут. Ого, там крутая битва состоится. Хотелось бы посмотреть. Нет, командующего. 16 тысяч. Отвезем туда, где риски восстаний. Кирибон. Поставим в двух местах и не будет здесь восстаний. И 18 тысяч еще можно куда-то отвезти, но... 16-й год. А перемирие с Хасакавой в 22-м. В принципе, можно было бы даже на войну со сманчиком эти силы отвезти. Но не хочется плавать и рекрутов уничтожать. О! Да, я что-то активировал. Да, активировал эдикт. То есть я могу Нормально. Продолжаем. Ист Тимор. Давайте посмотрим, сколько. 20. Очень полезно. 79. Наконец-то. Осада крепости готова. Уходим. Могли бы даже попробовать их разбить или можем перейти к этой крепости пока. Пока. А, слушайте, я забыл. Раз тут индуизм, то, соответственно, мы строим здесь мануфактуру. Ммбата и Сонго. Или выберем цель получше. Кету. Кету, кету, кету. А где кету? Кету вот. Кету, пиндинга, ммбата, тонга. Вот есть еще тонга. О, я знаю, где тонга. Тонга вот. Тут тоже бы мануфактуру, но сами понимаете, поэтому пусть будет тонга. Дешевое религиозное так называемое единство. Декабрь 16-го. Просрачиваем войну. Надо бы, чтобы... Ну вот ж куда вы их? Вам оно надо, эти шведские сепаратисты. Ну что же вы их так не любите-то? Ладно, уходим вот сюда. Как я говорил, часть тут, часть там. Здесь оставляем только 19 кораблей. 16 кораблей увозим. И 1 января. Новый год наступил. Восстание не случилось. Август мы ждем. Август нас интересует. И ноябрь. Тогда мы сможем сделать то, о чем я говорил. Дипломата нанять и получить денежку. И перемирие сейчас заключаем с Конго. Конгомир. Сколько у нас? 45. То есть мы можем прям хорошенечко на 54 с ними взять. Кстати, не факт, что на 54, потому что надо уточнить. 45 это... 45 и 0. Да, на 54 можем взять. Крепость, наконец-то. Потому что с осадой крепостей проблемы жесткие. И эту крепость. Не хочу больше захватывать эти крепости. Посмотрим, что у вас тут по владениям, которые обороняются крепостями. Три провинции. Чоки, Ищинди и Канонгеша. А тут Куба, Синги и Калюнде. Калюнде. Извините за мой Рюкюанский Говар. Такой вот акцентик плохой. Вот это вот владение. И вот это можем взять. Да, это все одно владение. Ну, в смысле, владение вот тут вот. Куба, Калюнгве и Сонгве. А тут Чокве и Ищинди и Канонгеша. Ага. И сколько это всего? Уже 25, да? То есть мы можем, в принципе, взять еще какие-то территории. Либо туда дальше, либо сюда ближе. Ну, я бы предпочел сюда ближе, чем туда дальше. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. 38,4. Это уже они не хотят отдавать и это не хотят отдавать. Ну, я согласен на 38,4. Плюс заставить их Ну, тогда уже на троечку пусть забудут. Вот тут есть четверочка какая-то или на эту Яку. Тоже плевать на деньги. 1,8 престижа не так уж и много, но ладно. Численность населения в провинции Полу увеличится на 200. Базовое число. О! Это хорошо. 311. Колониальная лихорадка. Это отлично. Завоевать Сипсонг Банна. Это чье? Ого! Вы мне прям претензии на Китай хотите выдвинуть? Я пока не готов к таким вещам. Тем более, у него ничего пока не упало особо сильно. Чтобы такими завоеваниями заниматься. Спасибо, Конго. ты поддержала меня в тяжелый период, когда мне не хватало завоеваний. по-настоящему по-братски поддержала. И через 31 день можно проверять, что там по войне с Османской империей. 17-й, 17-й, 17-й. С кем-то я еще мог повоевать? А, с Тунисом в феврале 17-го. Сейчас январь 17-го. Тунисик пока воюет. В коалицию против меня, естественно, он вступить не может. Если Тунис заберет эти территории у... А, кстати, я могу с разными Мали повоевать. С Яу пока не могу. С Мали могу повоевать. Если отправлю 17 тысяч себе на помощь, то могу. Или 3000 еще в Африке найму, тогда тоже могу. Так-с. Киндал. Надо что-то придумать с киндалом, чтобы успокоить его. Скорее всего, придется еще войска привезти. Мне кажется, этого будет недостаточно для мира и спокойствия. пока стой тут. Ты тут нужен. Цена товара железа изменилась плюс 50. Цена медь минус 35. Ну, тот случай, когда мы станем чуть-чуть беднее из-за подешевения меди. Тропическая древесина. Нам эту тропическую древесину пихают в огромном количестве. Ну что, может вы перестанете насиловать их? Социальная мобильность. Да, ладно, это тоже такая редкостная гадость. Кшатри потеряют 20 лояльности, брахманы потеряют 20 лояльности. Тупические гильдии получат 10 влияния, текущее 70. брахманы по жертвованиям. Кшатри ну прям очень такое. 18 25 17 придется. Это, конечно, экономия. Но это это просто жесть. Долбанная социальная мобильность появляется и все портит. 61 98 Вот теперь, если мы дадим им много денег, они согласятся идти воевать. Нам достаточно, чтобы они вступили в эту войну. Они нам этим помогут. Давайте мы им 1200 отдадим. Это улучшить отношения. Через 45 дней мы уже сможем Османской империи наконец-то объявить войну. Через социальную мобильность, через все вот эти вот проблемы, которые мы себе нажили. 51 иди сюда, дружище. Через все это мы будем продираться, чтобы повоевать с Османами. Мы можем, кстати, взять дипломатическую репутацию одну. хорошо, что я, ну, правда, плохо, что я адмирала взял, но хорошо, что убрал отовсюду своих купцов. Все-таки в итоге это оказалось правильным решением. О, Англия пошла высадку делать, но Испания, кстати, выигрывает против Великобритании. Хотя территория самой Великобритании не затронута, но, скорее всего, ее колониальной автономии как-то или, может быть, союзники задеты. Интересно, кто тут с кем воюет. Это так такое. «Великобритания» «Великобритания» Угу, никак не успеем их догнать Все, Речь Посполитая готова Призываем ее к войну против Османской империи И это будет священная война, по которой мы заберем все Ну что, Османчик, готов? Я-то думаю, что я готов Хотя, конечно, это трудное решение Франкфурт и Брауншвейг Речка, скорее всего, будет заниматься ими Но это побудит речку быстрее закончить свою войну Потому что надоело Давай, помогай мне Давай, быстро сюда Речки нету Ой, у Османа нету крепостей Которые без содержания, поэтому Смысл Напрягаться Смысла нет никакого Смысла нет никакого Так, осадка О, тут еще крепость в горах есть Что-то я про нее не подумал совсем Но у меня есть кем решить эту проблему Даже я бы сказал быстрее Да, давайте зайдем сюда Поможем с осадой всячески тут Зайдем сюда Тут пока трогать не будем Я думаю, что мы просто одну тысячу пошлем Чтобы она мониторила Вот тут в этой крепости Приближение османовых войск 37 тысяч готовы Сражаться, если что, тут Все И мы Плывем Ловить османовые корабли Куда-нибудь Требования мира Это в этой войне требуют мира Но от меня это не зависит Как им объяснить, что это не Я держу их в этой войне Это тут так все просто происходит Есть Первые победы мы заберем Но, кстати, можно объявить И какую-то попроще войну Например, фула Чтобы забрать у них территории Когда у нас там с Мосси Перемирие закончится Яо 20 Утрек Сангай Мосси Конга Килва Это чье? Фуловская армия Она же и освобождает Ой, замечательно Было бы Единственное, что Тут же типа Сангайские сепаратисты Или какие-то там Должны восстать Массийские сепаратисты 28 тысяч Я их боюсь Но мне хватит Совсем небольшой армии Чтобы разобраться Я могу Вот эти вот восстания Постараться Отсрочить Это Агады Агады Сепаратисты Через жестокое обращение Либо 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 Они все-таки восстанут Как вариант Ну Полетели Первая хорошая победа Сколько у них тут еще кораблей 10-37 Флотилии Осману мы блокируем Не дадим ему напасть На нашу флотилию Которая помогает Осаждать Сепаратисты Так А тут что 4 тысячи пушек Сейчас Пушки накидаем Чтобы по крепостям Пройтись И пехоту И проверим Как там наши Маджипахитские Сепаратисты Все В Маджипахите Восстания не будет То есть Мы справились С кризисом Маджипахита А это означает Что Мы можем еще больше Войск Отправить В сторону Османа Хотя у Османа Не так уж и много Войск Если он выберет Речку своей территории Для захвата То в принципе Это О нет О нет О нет О нет Османские армии Не дремлют Надо отступать Будет пытаться Захватить Пусть захватывает Мы ему не мешаем Нам самое главное Самим Позахватывать Кучу армий Так И как Там я хотел Ага Восстание Тут до сих пор Не происходит Ладно Вы ненормальные Я хочу вам сказать Нормальные Уже давно бы восстали А вы какие-то Ненормальные Не хотите восставать Первая захваченная Провинция И продвигаемся Дальше Осман Со своими 29 тысячами Тут вряд ли Что-то сможет Сделать Мы можем Кстати попробовать Посмотреть Где их Флотилия Основная Так Хорошо Хорошо Молодцы Сюда мы не Перейдем Или перейдем Пока спешить Не будем С переходами Ладно Стой тут Ты тоже Стой Прорвемся И потом Все будет Как я там Хотел Сюда Войну Объявить Тунис Пусть воюет Мы туда Лучше Не пойдем Лучше Попробуем С Марокко Поулучшать Отношения Нам И османа Хватит На первое Время Из-за Вот этой Вот беды У нас Военная Усталость Растет Особенно Быстро Так Захватил Молодец Ого 21% А вы Быстрая А что Если мы Попробуем Разбить Их Армию Как говорится Чем Черт Не шутит Если Не шутит Тут Богемия Поможет А речка Куда пошла Речка Куда ты пошла Я бы Предложил Тебе Или ты Хочешь Брауншвейк Бранденбург Вывести Из войны Я тебе Хочу Сказать Брауншвейк И Бранденбург Это Далеко Не самая Большая Проблема Вообще Ни разу Так Июнь А надо нам Какой месяц Август Ладно друзья На этом серию Закончим И продолжим Уже В следующий раз Воевать против Османской империи Может быть Даже совершать Какие-то первые Победы Надеюсь Что здесь Война пройдет Хорошо Против врага И Речка Подольше Тоже на нашей стороне Повоюет Приведет Свои Легионы И Приятно Будет Ее увидеть Ее Помощь Увидеть Всем Всего хорошего И удачи Продолжение следует